Песня, вышедшая 13 августа 2001 года, быстро стала новым гимном разочаровавшейся молодёжи Америки. Чопс Юи от System of a Down была последней песней для подростков начала 2000-х, в которой была выражена накопившаяся тоска, в плане посыла вроде «Я тоже ненавижу своих родителей». И когда песня начала транслироваться на MTV и Керанг ТВ, она взорвала эфиры. Гитарист Даран Малакян сказал в интервью, что песня о том, как к нам относятся по-разному в зависимости от того, как мы умираем. Каждый заслуживает смерти. Например, если бы я сейчас умер от злоупотребления психоактивными веществами, вы могли бы сказать, что я заслужил это, потому что злоупотреблял психоактивными веществами. Отсюда и строчка в песне «Я плачу, когда ангелы заслуживают смерти». Что ж, услышав то, из-за чего вы включили это видео, вы тоже можете заплакать, потому что это просто какой-то сюр. Американский рэпер и автор песен, если так можно выразиться, Lil Uzi Vert, недавно выпустил свой третий студийный альбом, содержащий в общей сложности 26 песен, одной из которых, как вы уже догадались, является Чоп Сьюи, нашей любимой System of a Down. Также хотелось бы отметить, что Bring Me The Horizon и Baby Meryl присутствуют на этом альбоме в качестве приглашенных исполнителей, хотя обе песни звучат так, как будто они были записаны самими группами, а не так, что они фитуют с этим типом, что довольно-таки странно. Ну ладно, вернёмся к нашей основной теме. Кавер-версия Lil Uzi Vert с Чоп Сьюи включает в себя сэмплы из оригинальной песни, и он смешивает их с автотюниным вокалом, который был пропитан собачьими экскрементами, перед тем, как поставить их в духовку для запекания при температуре 350 градусов на не менее двух часов. Просто складывается такое ощущение, что всё, что нужно, чтобы стать знаменитым рэпером, это просто взять музыку из любой крутой песни, а затем переделать её и добавить побольше постобработки, чем могут себе представить даже Pro Tools. И этого достаточно, чтобы получилась превосходная музыкальная карьера. К моему огромному сожалению, я решил прослушать остальную часть альбома, чтобы понять, не был ли я слишком суров Клил Музи Пузи, или как там его зовут, и, о чудо, мои подозрения подтвердились, когда всё, что я мог услышать, это пересохшие жвала чьей-то бабушки, которая квакала по телефону под одни и те же барабаны в течение 87 минут. 87 минут. Это больше часа. Но! Возможно, вы думаете, что некоторые поклонники System of a Down оценили усилия рэпера. Но хрен там плавал. Я хочу, чтобы этот кавер звучал на моих похоронах, и тогда все пришедшие будут жалеть о том, что в гробу не они. Это дерьмо звучит, даже когда я полностью выключаю звук. И моё любимое. Это сногсшибательная песня. Она нахрен сшибает всю мою волю к жизни. Невероятно. Просто НЕВЕРОЯТНО ПЛОХО. Пожалуйста, не делай так больше. Очевидно, что он просто пытается скопировать Ти Пейн, который несколько месяцев назад записал кавер на Black Sabbath Warpix. И, кстати, вот он проделал невероятную работу. Вот как надо делать кавер на рок-песню. Если вы ещё не слышали версию песни Little Wizzy Peasy Chops Huey, то я прошу вас, пожалуйста, не делайте этого. Вы сами пожалеете о том, что включили её. Друзья, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал и жать колокольчик. И подписывайтесь также на мой Телеграм-канал, где мы постоянно проводим конкурсы.